Приветствую вас, мои дорогие зрители, а также подписчики моего канала. С вами Данил. И вот, друзья, настал восьмой день путешествия по Красноярскому краю. И да, друзья, это опять, к большому сожалению, получилась маленькая серия. За что я дико извиняюсь. Ну, там реально было просто нечего снимать. И ещё, друзья, кто помнит, в конце предыдущего видео я говорил, что мы типа, наверное, на следующий день уедем. Нет, друзья, мы не уехали, мы решили остаться там ещё на несколько дней. Ну, а, собственно, как мы провели восьмой день, друзья, ну, смотрите сами. Берите печеньки, чаёчек, хоть это и маленькое видео, всё равно возьмите перекусить. Я вам желаю приятного просмотра, друзья. Ребята, мы, короче, заехали в деревню Наш, искали колонки, ну, чтобы воды набирать, и заправку. Вот колонки мы не нашли, а вот заправку нашли. Смотрите, какая, ну, убогая, просто ужас. Я бы здесь квадрик ни за что бы не стал заправлять. Да, они вообще старинные, при коммунистах ещё было это всё страшно, такие охуеть, блядь. Ну, хер знает, что у них там вообще за топливо, так что не, ну, нахер, у нас бак тут почти полный, так что нам более-менее хватит. Ну, и в джипе тоже есть бензин, так что нормально, не будем на это заправляться, ну, нахер. Какой пиздец, да, вообще. Как коммунистических древних времён. Да-да-да. Ладно, сейчас, наверное, поедем ещё чуть-чуть, катнёмся и в лагерь назад. Итак, ребята, смотрите, мы приехали к такому месту. Сейчас, наверное, со стороны покажу. Вокруг вот лес. Ну, в Таге. И вот такое вот местечко. Кто-то здесь специально сделал, какой-то тент сверху повешали. Здесь столик, лавка одна стоит. Костёр, большая такая вот лавка. Да, вот только засрали всё. Ну, и там вон яма был какой-то этот, и всё там это. Да-да-да, вот смотрите, здесь мусора набросали, во-первых. Во-вторых, смотрите, тут были стены. И, возможно, здесь был какой-то домик даже. Вот фиг знает. Теперь здесь свалка просто. Мусора набросали. Да, они и здесь, смотри, кострича сделали. Могли бы немножечко даже замести, загрести. Но, а то так неаккуратно. Мы всё побросали так. Если сделали уже кострича, всё надо было. Нормально это всё делать. Ручка с красной пастой. Вроде пишет. Какое сегодня число? Я даже не знаю. Тысяча. А, сейчас даже не тысяча год. Две тысячи. 17 июля 2020. 17, 07. 2020 год. 17. 07. 07. 20 год. А так, такое вот местечко, ребята, прикольненькое. Ну так, если чисто тут посидеть, большой компанией погулять. Вот как квадроциклисты некоторые вот собираются в таких вот местах. И толпами, и отдыхают. Так, если большой толпой, машины, квадрики поставить много куда можно. Кострича, тут стол, это ну как бы гулянку большую. Ну это уже как на человек 10 и более целого. Да, да, да. Не так, как вдвоём приехали. А на толпу, когда толпами приезжают. Ты лучше вперёд разворачивайся, а то тоже непонятно, что там. И по берегу можешь туда на выезд. Просто смотрите, здесь это камыши. Говорят, это всё был берег, а сейчас всё затоплено. И там он непонятно что. Всё, вперёд, гони туда. Тут тоже такие камыши, песок. Всё, выехал. А тут дальше лес. Видите, какой лес. Наша палатка. Каванес там стоит. А болото шурует, блядь, вода пырит. Зарывается всё равно в песок. Роет. Ну, чувствуется, зарывается в песок. Что, ребятки, ну мы никак не можем без мяса вот на море. Да. Вкуснятненько. Дракон сидит. Такой уже четвёртый раз или пятый раз жарим. Четвёртый, по-моему. Если Артём привезёт ещё. Да, 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 ещё если Артём привезёт вообще. Ну, мы без мяса не можем. Да и согласитесь, мясо – это кайф. Да, мясо на отдыхе – это хорошо. Очень хорошо. Вот болото им пока, покажи море и океан. Да, 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 вот оно. Ну, вроде это как залив должен это. Да, это залив. Заходишь вроде тепло. Ну да, я тоже заходил, тёплая достаточно вода. Ничего. Там ещё, кстати, вон, видите, семейка ходит, всё, названивают. Потому что тут прикол в том, что связь только здесь есть у нас. В этом месте есть связь. А там, вот они где-то там дальше стоят, у них связи там нет вообще. Не повезло им. Субтитры подогнал «Симон»